здравствуйте с вами программа полный привод и я ее ведущий григорий алешин сегодня мы расскажем вам об инфинити но это необычно инфинити это первый семейный автомобиль инфинити за всю современную историю бренда инфинити jx35 правда так эта машина будет называться недолго она получит индекс qx60 а qx70 это кажется будет fx а патруль будет qx80 короче говоря в этих индексах нам предстоит путаться очень скоро и очень долго а пока я хочу сказать что это пожалуй первый семейный по-настоящему семейный кроссовер под брендом инфинити под капотом у него поперечно расположенный v-образный шестицилиндровый бензиновый мотор мощностью 262 лошадиных силы как следует из индекса который пока еще соответствует объему рабочий объем этого двигателя 3500 кубических сантиметров а крутящий момент передается колесам с помощью бесступенчатого вариатора который имеет ручной режим режимы сноу эко и спорт инфинити jx35 сделан в америке о чем нам недвусмысленно говорит его ножной стояночный тормоз но несмотря на свои американские корни он до предела насыщен электроникой комфорта здесь есть все начиная от камер панорамного обзора со знаменитым игл вью до огромнейшего информационно-развлекательного центра который умеет все даже проигрывать видео файлы с флешки нажав кнопку камера мы включаем полный круговой обзор мэп навигация навигация от navtech в москве она работает довольно хорошо но пригород до сих пор знает не очень все можно делать либо кнопками либо с помощью дисплея климат-контроль раздельный а бардачок такой огромный что в него можно засунуть большой ноутбук кнопки расположенные на руле управляют всем электронным хозяйством машины справа находится круиз-контроль слева можно отрегулировать уровень громкости или включить телефон а вот эта кнопка отображает любую информацию которая нужна водителю в поездке начиная от расхода топлива и заканчивая давлением в шинах давайте проверим удобно ли мне будет на всех трех рядах в этом семиместном автомобиле в среднем ряду я сижу с поистине королевским комфортом коленки ни во что не упираются передо мной видео экран сверху стеклянная крыша и даже целых два кармана в спинке заднего сидения еще есть подлокотник в нем подстаканники а сами сидения подогреваются целых два режима а еще климат-контроль и какая-то непонятная американская розетка на самом деле мне так просторно что я могу подвинуться а если захочу откину спинку прежде чем занять место на галерке сидение нужно поднять делается это к сожалению вручную но довольно легко с помощью хлястиков и обычной руки в данном случае левой и так поднимаем рычаг спинки кресла она складывается и открывается большой широкий проход на галерку чтобы взрослому человеку ростом 183 сантиметра на галерке не было также тесно как сельди в бочке нужно хотя бы хотя бы отклонить назад спинку это первый этап но коленки тоже упираются очень сильно и поэтому средний ряд все таки придется немного потеснить но как же это сделать ну ладно сделают сами главное что когда мы это сделаем у нас останется комфортно и второму и третьему пассажиру электрификация задней двери какая-то неторопливая и поторопить калитку нельзя придется подождать в подполье скрывается сабвуфер и набор автомобилиста а вот запаска у этого престижного американского автомобиля находится под днищем хорошо что не торчит хотите узнать что-нибудь о проходимости нового nissan pathfinder который в россии еще не продается можете смело брать на тест инфинити gx35 обе эти машины базируются на одной платформе и как видите платформа эта довольно растянутая действительно проходимости ждать не приходится потому что ходы подвески довольно маленькие но зато свесы небольшие поэтому на даче вы проедете точно если не будет диагонального вывешивания все-таки с этим она справляется не слишком хорошо сейчас кроссовер уверенно стоит только на двух колесах правая передняя тоже фактически исчерпала ход но я попробую выехать из этой лужи я не буду включать никаких дополнительных функций а тем более выключать система динамической стабилизации остается в действии тем не менее у меня почти почти получилось даже не почти а полностью о том как инфинити gx35 управляется на асфальте вам подробно расскажут во множестве программ мы же остановимся на грунтовках и прочих неотягощенных улучшенным покрытием дорожках здесь он проявляет отменную плавность и отлично справляется с мелкими неровностями но пробить подвеску трудно и чтобы это сделать надо совсем не следить за дорожным покрытием ой куда это мы заехали дальше проедет только трактор а нам к сожалению придется разворачиваться и сделать это не так это просто не потому что ничего не видно видно это все просто база слишком длинная и на рельефе можно что-нибудь себе оторвать но кажется у нас пока все успешно ух ты я даже не ожидал что инфинити с его абсолютно дорожной резиной сможет забраться задним ходом по довольно крутому склону тем не менее мы развернулись в один прием и уже набираем скорость вот еще один рельефный поворот здесь колеса опять вывешивается но система стабилизации медленно справляется с заданием и вытаскивает нас еще дальше наверх совсем недавно прошел дождь ой-ой-ой и машина слегка таскает но мы уже на финишной прямой и приближаемся к асфальту и так комфортная скорость для того чтобы и не пробить подвеску и не оторвать что-нибудь себе снизу всего 40 километров в час но до подвеска достаточно мягкая зато не доставляет проблем на асфальте итак сегодня мы изваляли в грязи премиальный кроссовер стоимостью 2 миллиона восемьсот семьдесят три тысячи рублей у него есть масса полезных функций включая адаптивный круиз-контроль слежение за полосой и даже подруливание в пределах полосы но пожалуй на бездорожье больше всего вам пригодятся четыре видеокамеры вы всегда будете видеть в какую гадость вы заехали с вами была программа полный привод и я